Очищение организма для ослабленных людей Познякова, комментарии В том и беда, что чем больше компонентов задействовано в одном блюде Тем больше придумано разнообразие этих самых блюд А малокомпонентных, малообработанных и низкокалорийных сочетаний В кулинарии раз-два я обчелся И как раз то, что лучше всего может усвоить организм Никто за рецепты не считает Золотые слова Нету в природе каких-то таких, знаете, сочетаний Чтобы было сало, хлеб, сахар, мясо и прочее-прочее За рецепты не считают А я в своей целебной кулинарии, которую я выложил Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья Главное вкусно поесть Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо Съем которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма Укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов Я вот такую цель поставил себе Свою собственную кулинарию Но кто ее смотрит Такое знание колоссальнейшее вложено в эту целебную кулинарию И оно не используется Все вот так вот Давай замешаем то Давай замешаем это Давай там сделаем так Давай сделаем сяк Грубо говоря, чтобы потом ели просраться То есть съесть А потом надо что-то приметь для того, чтобы все это вышло с организма Ну, почитаем дальше Значит, никто за рецепты не считает Потому что правит глупость Временами доводилось каждый день есть одну и ту же овсяную кашу с яблоками на завтрак, обед и ужин И не жаловалось на недостаток вкусов А в другие периоды жизни Как и сейчас Имею дело с кулинарными книгами и сайтами, знаете Не знаю, к какому пищевому наркологу обратиться Чтобы отделаться от впечатления Будто я такого еще не ела Вот видите, золотые слова Золотые слова, которые указывают на вот эту вот глупость общечеловеческую Которую внедряют, внедряют, внедряют Вот давайте то, давайте все, давайте Вообще несочетаемые продукты Я уже неоднократно указывал И, кстати, я же выставляю книги Золотые правила питания Что наш желудочно-кишечный тракт Вообще наш организм Это, можно так назвать, комбинат Который работает на определенном сырье Он его может переработать и усвоить Если на определенное существует технология Если сырье совершенно иное Которое не свойственно этой технологии Ни усвоение, ни переваривание, ни выведение То, грубо говоря Ничего не будет И как раз сейчас Знаете, вот это как-то вакханалия Вот это вот Извращенного вкуса Извращенных продуктов Извращенного понятия О еде Творится во всем мире И поэтому И поэтому поголовно Поголовно Все болеют Вот, кстати, Евгения Гитарна Задает вопрос Я заболел чем-то Вот чем-то заболел Насморк, голова болит И температура 37,1 Посоветуйте, чем питаться Можно салатики кушать Например, рецепт Читать дальше А, капуста и так далее Например, рецепт Я это все Не буду Смотрите Насморк Ну, начнем с температуры И поднимается температура Для того, чтобы Лишнее, чужеродное Было Обезврежено С помощью температуры И далее С помощью насморка Вывелось Из организма То есть Организм Сейчас хочет Обезвредить И очистить В результате Того, что Имеется Интоксикация Из-за того, что Что-то несвойственно Именно поэтому Болит голова Значит Здесь как Надо поступать Наоборот В течение Трех дней Пить, допустим Там Дистиллированную воду Или Родниковую Там Воду Или там Талую воду В конце концов И ничего не есть Для того, чтобы Помочь организму Быстрее вывести Вот то, что Он пытается Вывести Через насморк И сжечь температуру Чтобы все это Вывелось И успокоилось И голова не болела А тут получается А что ж Я буду есть То есть Когда Организм Вот как в данном Состоянии Находится Надо ему Помочь тем Что Не совать туда Ничего Даже самое там Якобы там Что-то там Полезное А то смотрите Да Интересно Почитаем Значит Рецепт Капуста Синяя Капуста Ази Огурцы Помидоры Петрушка Масло Льна Соль Морская Перец Красный Перец Черный Черный Тмин То есть Как бы сказать Знаете Вот Все что я знаю Что должно Помочь Якобы От этого Вот я буду Есть Вот так вот Мишанина Масло Льна Соль Морская И так далее И так далее И так далее Вот чтобы вот Не городить Такой огород Лучше ничего не есть Так Далее У меня скрытый гастрит Скрытый гастрит Воспаление Значит Слизистой Желудка Это говорит о том Что В желудке Создается Неправильная Как бы сказать Среда Которая Способствует Разъеданию Слизистой Оболочки Почему Она создается А возможно Из-за того Что тут Капуста Синяя Капуста Айсберг Огурцы Помидоры Петрушка Масло Черный перец И тмин То есть Вот Все уйдет Все что я знаю И в результате Не может Желудок Справиться С обилием Вот этой Всех этих Продуктов И он Отвечает Тем Что у него Истончается Защитная Слизь И возникает Ее Значит Воспаление Так Скорее всего Буду без перца Делать салаты Вот я сделал Такой салатик Поел Чувствую Кртес слегка Расстроился Но терпимо А вот Для того Чтобы Ничего у вас Не расстраивалось А все было терпимо И Желудок Как раз Восстанавливается Восстанавливается Когда Вы ему Даете Отдых В виде Голода А потом Правильно Начинаете Питаться У вас Будет Нуженый Желудок А в противном Случай Когда Вот так вот Все Толку Никакого Терпимо Терпимо Это говорит о том Что Ну не то Это Так Также я промываю Нос водой С морской Солью И перекись С водорода Вот знаете Мы То что уже Выделяем Как бы сказать Через что Выделяется Через что Выделяется Здесь Нос Мы думаем Что Здесь У нас Что-то Там И Образуется Что-то Мы пытаемся Грубо говоря Вот на это Действовать А Выделяется Слизь Которая Образуется Во всем Организме Это Надо Очень важно Понимать Она Образуется Во всем Организме И как правило Она Образуется От таких Вот Сочетаний Знаете Диких Сочетаний Продуктов Когда Наш Желудочно-кишечный Тракт Не может Все это Переварить И в виде Я уже Неоднократно Говорил Об этом Ё-моё Образуется Полуфабрикаты В виде Слизь И эта Слизь Выделяется Через Носоглотку И люди В основном Люди Пытаются Вот На носоглотку Действовать А надо Действовать Совершенно На другое Понимать Причины Следствия И так далее На что Мы действуем А так Вы будете Этим Долфином И перекис Водорода И Так же Яросасу Эргоферон И Антигрепин Какой-то Какой-то Видите Какой-то Человек Даже не понимает Антигрепин То-е-се Пятое Десятое Что там У него Происходит И он думает Что же Я сейчас Против этого Не создавайте У себя Болото Своим образом Жизни Концом Головы Ё-моё Так А так же Пью Ромашку Немного И липу Ну-ну-ну Пейте Ромашку И липу Ну чё Воды тоже Пью И чай Чёрный Зелёный Без сахара Интересно Можно ли Завтра Утром Скушать На завтрак Такую Тему Кефир Стакан Ложка Молотых Семян Вы знаете Когда организм Пытается Сжечь И Вывести Из себя Всё это Лишнее То что Набросали В результате Вот этого всего Непонимания В себя А мы Ещё добавляем Что такое Пищеварение Пищеварение Это нагрузка На организм А мы Ещё Добавляем И вот таким Образом Организм Борется С тем Чтобы Всё это Обезвредить И вывести И ещё Плюс Ещё Вот такие Вот сочетания Надо Это всё Опять-таки Переварить То есть Двойная Нагрузка В результате Это всё Затягивается Затяивается Несмотря на то Что человек Думает Что он Якобы Тут Помогает Так питается Найдите Силы В себе Понять Вот это И просто-напросто Если Организм Вам подсказывает Поднял Температуру И из вас Из носа Там течёт И голова болит Значит Помочь ему Тем Что Не мешать Выводить Из себя Всё Лишнее Не нужно Что накопилось Голод И чистая Водичка Лучше всего Дистиллированно Дистиллированно Дистиллированно